Привет, мои дорогие! Сегодня наконец-таки видео из рубрики красота и здоровье, а не как обычно какой-то Китай. Пора бы уже не вести что-то полезное в массы, а не просто снимать то, что я заказала. Сегодня речь пойдет о ресницах, то есть как их очень быстро отрастить. Недавно я стала пересматривать свои фотографии и вспомнила, что когда-то я на первом курсе наращивала себе ресницы два раза. Точнее, наращивала, а потом делала коррекцию. Все дело в том, что свои ресницы я не умела закручивать, поэтому это было самое нелюбимое мое из всего макияжа, потому что мои реснички на самом деле очень-очень прямые, а щипчики вообще не помогали, хотя вроде всем помогают, а у меня не получается ничего. Еще тогда я не изобрела способ свой, завивки ресниц, которыми сейчас пользуюсь. Все было очень классно, они были такие густые, такие красивые, надо было утром краситься. То есть это на самом деле очень удобно, если вы куда-то спешите, то макияж у вас проходит намного быстрее или даже вообще не нужно ничего красить. Но есть, конечно, и минусы в этом. То, что я не могла, допустим, нанести на ресницы масло, потому что таким образом они бы отклеились. Или, например, я не могла спать на лице боком. Мне надо было научиться спать на спине. Кстати, у меня такая привычка и осталась до сих пор. Но я не обращала внимания на эти недостатки, потому что мне очень нравилось, как это все выглядит. Но ведь рано или поздно приходит время, когда нужно делать либо коррекцию, либо их снимать. Мастер, которая мне делала, предложила мне приехать к ней и сделать бесплатное снятие. Но это был другой конец города, мне было настолько лень туда ехать. И я подумала, давай-ка пробуй сама. Нельзя маслом, давай маслом. В общем, я мазала как только могла маслом ресницами. У меня такие были раздраженные глаза после этого. И некоторые ресницы я просто выдергивала пинцетом вместе со своими. Когда я их сняла, это было просто ужасно, потому что моих ресниц почти не осталось. Они были безумно маленькие, и их было очень мало. Поэтому, соответственно, к туши краситься я не могла. И наращивать ресницы я уже больше не хотела, потому что я и так уже очень сильно им навредила. Конечно, не советую никому такой способ снятия ресничек. Лучше действительно потратить и время, и деньги, чтобы съездить и снять нормально. Поберегите свои реснички, чего не сделала я, о чем я тогда очень сильно сожалела потом. И нужно было искать какой-то быстрый метод и, естественно, действенный, который поможет мне очень быстро отрастить эти ресницы. Единственный самый действенный способ, который я знаю, и, наверное, как многие уже знают, это касторовое масло, которое стоит буквально копейки и восстановит ваши ресницы очень быстро. Быстрее любого другого дорогого какого-нибудь покупного средства, потому что уже это проверено, по-моему, многими. Стоит это масло действительно копейки, и его хватит вам надолго. Если вы собрались очень много раз ресницы свои наращивать, шутка. А также, кроме ресниц, можете носить его на волосы, на кончики, чтобы они были увлажненные. Сделать какие-то маски. Поэтому, как бы, не только для ресниц, очень действенное. Наносила я это масло на ресницы с помощью обычной ватной палочки. То есть, макала ее туда, и по корням ресниц проходилось. Только аккуратно, чтобы масло вам не затекло прямо в глаз. Потому что после этого у вас образуется какая-то пленочка такая, через которую вам будет трудно смотреть, и глаза ваши будут слезиться. Также с помощью этого масла можно и брови себе отрастить. Той же самой ватной палочкой вы можете проводить по бровям. И у вас тоже за какой-то короткий срок отрастут брови. Густые брови. Можно, например, ватным диском, допустим, вот так вот смочить ватный диск. И тоже вот так проводить по ресничкам, по бровям точно так же. Можно также просто взять вот так вот, на пальчик растереть. И вот так вот реснички, каждую ресничку вот так вот промазать. Брови точно так же можно пальцем промазать. Ну или как проще сделала я. У меня был какой-то вот такой прозрачный гель для ресниц. Не скажу какой точный. Плоховато видно. Уже все стерлось. Но, в общем, я ее помыла. И залила в нее масло. И так, на самом деле, проще, потому что вам не нужно какой-то палочкой куда-то лезть, потом это все выкидывать или пачкать пальчики свои. Потому что масло достаточно жирное. И с первого раза вы не отмоете пальчики свои. Они все равно будут немножко жирными. И чем мне нравится именно вот эта баночка, тем, что вот у нее была такая вот кисточка, я, может, поближе покажу, которая вот, когда она вытаскиваешь ее через этот маленький дозатор, на кончике остается побольше масла, чем здесь. То есть, если вам нужно побольше нанести, наносите кончиком. Если поменьше, то, соответственно, другой частью кисточки. То есть, это удобно как бы и для ресниц, и для бровей. Можете там себе волосы, там челку кто отращивает, можете вот так вот проходиться. Кстати, тоже будет очень удобно. Только обязательно наносите все это на ночь. Либо, если вы сегодня никуда не будете выходить, можете так и днем ходить. Как раз-таки за это количество времени все впитается, и ваши реснички скоро вырастут. Вот и весь секрет. Точнее, секрета никакого нет. Все предельно просто. Главное не лениться. Ну, а на этом у меня все. Я буду надеяться, что мое видео вам было полезным. Заходите, подписывайтесь на мой канал. У меня очень много разных интересных и полезных видео. Так что, девчонки, я вас жду. Ну, а с вами была Лена. Всем удачи, будьте красивыми. Всем пока-пока. Преимущества этих слов, а именно натуральный и органический, очень сильно преувеличены. И никто, на самом деле, не задумывается в то, что натуральные вещества могут быть вредны, а искусственные иногда даже полезны.